Сапава, ты сейчас выйдешь? Забавочка, ну кися! Когда я пришла в зоопарк, я еще в принципе не знала, что буду работать именно на хищном животном. У меня было два варианта. Либо на птицы идти работать, либо на хищники. Я выбрала хищники, потому что все-таки животное большое, красивое. Ну и вообще больше я люблю, конечно, кошачьих. Пока еще первое время поведение животного было для меня лично непонятным. Каждое животное разное, то ли пума, то ли леопард. У каждого свое поведение, свои взгляды. Щоб бути хорошим наглядачем, недостатньо просто готувати вихованців. За всім цим стоит щось больше, ніж просто прихилість. Человек должен любить очень сильно животных, потому что без любви ты не сможешь за животным ухаживать. Когда животное нервничает, как оно бывает, если ему что-то не нравится, манеры поведения, там, агрессия, то есть, что он этим хочет выразить. То ли ему просто не нравится, то ли он хочет именно на тебя прыгнуть. Не будь-яка людина може доглядати за тваринами. У нас даже волки были, такого рода был тест у нас, если приходит новенький человек на работу, вот он прошел мимо клетки волков. Если волк рычит, это значит, что человек долго работать не будет. То есть, так своего рода тест был. А вот если человек хороший, то волки нормально воспринимают, и лащатся, и не рычат. Мы звикли, что хижи-тварини не самыми добрыми, а еще небезпечными. Та ті, кто за ними доглядают, бачать их иншими. Они очень милые на самом деле. То есть, если ты к ним с душой и с добро, то они тебе ответят тем же. То есть, несмотря на то, что они хищники, по крайней мере, на нашем отделе, вот пумы, леопарды, ну это вообще, я не знаю, котята просто. Годування тварин в зоопарку – це ціла наука. Тварини тут найрізноманітніші. У кожного свій смак. Одному потрібні сирі яйця, комусь потрібна риба, а комусь подаває свіжі фрукти. Але головне, щоб тварини в зоопарку були здорові і нормально розвивалися. Всім їм слід забезпечити повноцінне харчування. На всіх вихованців зоопарку щодня доводиться готувати більше сотні різних страв. Справитися з цим нелегким завданням вдається завдяки особливому відділу – кормокухні. Для начала нужно посмотреть уведомость. И первое, что я вижу, что нужно 20 кг куряти, для того, чтобы накормить этих хищных животных. Я готова им приготовить это меню. Идемте со мной. Никогда не думала, что мишки питаются курицами. Сейчас нам нужно ее разрезать. Я думаю, что это умеет каждая хозяйка. И что это не особо сложно. Всю необходимую їжу потрібно зважити та розфасувати. Только сейчас оказалось, что вся вот эта тележка называется ням-ням. А эти два чудесных пони, самшит и каюр, будут вести вот эти все лакомства сейчас нашим хищным животным. Я напросилась и хочу поехать вместе с ними. Первый мой заход к лису. Никогда я еще не была внутри. Вот он мой первый хищник, которого я кормлю в жизни. Как тебя зовут, лапочка? Меня зовут Кузя. Ты моя хорошая лиса. Первый раз в жизни я гладжу лису без опасности для жизни. Никогда не думала, что можно гладжить лисов. Вот так просто. Настала вчера годувати видру. Манюня, саме так и звати, стримко пірная, закинутою водойму рибкою. Після годування видра дуже полюбляє побавитися з Оленою. Ми идемо далі. Зустріч з милими котиками пройшла цікаво. Мама, это мама. Это мама такая злюка, мама злюка. А ось і господар вольєра. У него есть свой ритуал. Після того, как мы его покормим, мы должны обязательно ему почухать носик. Величезный красень з потужними лапами і правда спокійний. Ніякого шипіння, ніякої злості. Олена говорить, що він дуже грайливий. У нас на самом деле почему-то так принято, а животные не воспринимают мужчин. У нас чисто женский коллектив. Хищники, да, хищники не воспринимают. Волки особенно. Я не знаю почему, но они боятся их почему-то. З нетерпінням свого обіду чекають Руісі. Вони почули шум, розмови та незвичний запах. Від цього трішки збентежились. Але це не завадило зайти до вольєру та погладити цю милу кишечку. За день роботи в цьому великому киплячому життям світі під назвою зоопарк я зрозуміла. Така праця не кожному під силу. Люди, службовці тут, не мов о держимі. Сюди йдуть не з метою матеріально збагатитися, а йдуть, щоб стати духовно багатими. Адже тварини часом добріші за людей. Цієї доброти у них і треба вчитися. Поначалу, коли я прийшла, я не думала, що, в принципі, настільки сильно вони мені в душі впадуть, ці животні. Неверно, вже образ життя, вже без них. Дуже вдома сидиш і думаєш, як там тот чи інше животне на роботі без тебе буде. Дякую за перегляд!